Ранним утром мы приглашаем в студию людей, которые возвращаются с ночной рабочей смены. У нас в гостях Ольга Морозова. Она работает в круглосуточном салоне красоты. Давайте узнаем, кто и почему стрижется по ночам. Здравствуйте! Доброе утро! Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Проходите. Здравствуйте. Вот это действительно интересно. Я еще могу понять, вот мы, например, вполне можем встречаться по ночам, потому что нам в 6 часов утра надо быть в эфире, соответственно, если вот Лизе, например, надо поправить прическу, то она в 3 часа ночи может пойти поправить себе прическу, да? Конечно, а то, я так и делаю. А вообще, кто действительно стрижется по ночам? Очень занятые люди, которые освобождаются после 9 вечера. Девушки собираются в ночные клубы. Лень самим краситься, укладываться. Почему бы не пойти в салон? Девушки возвращаются с ночных клубов, чтобы хорошо выглядеть, вернуться домой к мужу иногда. То есть, это они приходят в таком виде в 4 часа утра, а вы делаете из них, значит? Из них, да, делаем. И иногда протрезвляющая процедурка мытьем холодной водой. А я думала, раз соло может быть. Как сегодняшняя ночь прошла? Сколько сегодня было вот девушек, которых пришлось отрезвлять? Девушек отрезвлять не нужно было сегодня никого, но была невеста в готическом стиле. Приехала барышня в 5 утра в одежде год. Так. Значит, нужно... Ботинки на платформе, черное платье, да? И ей надо было вот это все вот... С макияж, укладка и ногти черным лаком. Мы, конечно, думали, что она вначале шутишь, что это невеста, потом приехал за ней жених. Такой же? На байке она одела фату, и они поехали... Черную фату? Нет, фата была белая, вся в черном. А были случаи, когда у вас ночью засыпали клиенты? Конечно. Да, прям? То есть, во время стрижки? Во время стрижки, да, пытаешься словить голову, да, как-то там постричь, да. А что вы сами делаете, чтобы не спать? Глоток свежего воздуха. Открываем окна и... То есть, верхнюю губу сделали? Сделали, вышли, подышали, зашли, сделали нижнюю губу. Ну, когда работаешь, спать не хочется. Ну, если ждешь какого-то клиента, и есть свободное время, мы делаем процедуру, проснись, голова называется. С ментолом шампунь освежает, да, и чувствуешь себя бодрячком. Я думал, это как в фильмах, за голову и в воду, проснись, голова. А мужчины, я так понимаю, занятые мужчины, те, кто действительно работает, это, видимо, в основном представители бизнеса, они работают там до 10 часов вечера, в 8 утра у них какое-то первое завещание, единственное время это прийти к вам. Ночью. И я так понимаю, что одновременно и поспать, и как бы привести себя в порядок. Ну, они, да, да, засыпают мужчины. Вот где девушки должны знакомиться, я так понимаю. Ну, да. У вас там концентрация, мужчин бизнеса. А, кстати, у вас есть услуга, когда там за 2 часа можно сразу и ногти сделать? Конечно. И волосы, то есть сразу, да? Да, да, да. А вот если бы я к вам пришла и сказала, вот, постригите меня так, как хотите. Вы бы меня скидку сделали? Вначале бы, конечно, нужно с вами было бы пообщаться, на что вы готовы, потому что то, что видит лист и то, что хочет человек, это иногда совсем разное понятие. Ну, вот если я сказала бы, например, я готова на все, хоть короткую стрижку, хоть в черный, хоть в синий, что бы вы сделали? В синий? Ну, не стала бы менять ваш образ. Не стали. Нет, спасибо. Нет, приятно в этой жизни, конечно. Я знаю, что вот есть такие люди, которые приходят в салон, вот просто поговорить. Вот бывает, и их много. Много таких людей? То есть вы еще и психологи? Вот я наоборот не могу, вот я хожу в салон, там, где только мужчины обслуживают, и, соответственно, ты там не супердолго общаешься, там нет вот всех женских примочек. Ой, да ладно, некоторые мужчины побольше болтают, чем женщины. Некоторые, да, единицы. Ну, понятно, но я это на работе делаю. А там, слушайте, какая у вас интересная жизнь. Я прихожу, утыкаясь в телефон, и через какое-то время мне говорят, все. Я говорю, да, уже все, закончили. Алексей Николаевич, я вас расстроил, но у вас не очень сложные причем. Да, это правильно, да. И главное, с каждым годом ее все меньше и меньше. Все менее сложные становятся. Наверное, ночью вы ничего не кушали. А до 12 можно, кстати, вот угощайтесь пирожками, я с капустой испекла. Да, спасибо большое. Угощайтесь, да. Любой берите. Нет, он честный. Не бойтесь, я тоже беру. Я травлюсь, честный, я старалась. Это не всегда хорошо заканчивается, но обычно нормально. Спасибо. Спасибо большое, что пришли. Хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok